МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости 5-го канала. В студии Денис Шабуров. И в самом начале коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Это дым опять от этого лигнина. И что теперь делать, я не знаю. Лигнин снова заставляет задыхаться жителей Каннска. С выходных город накрыло пустой дымкой. Посмотрели объект. Есть, конечно, недостатки. Как я говорил, подновить, подделать. Но в принципе он готов. В Каннске состоялась приемка спортивных школ. На одном из объектов побывал глава города. Без недочетов, конечно же, не обошлось. Освящается в Адресии. Отрабление в Адресии, освященное для Отца и Сына, Святого Духа, Аминь. Верующие Каннска сегодня отмечают значимый православный праздник День Преображения Господня. По этому случаю они принесли в храм овощи и фрукты, чтобы осветить их. И теперь обо всем подробнее. Ударил топором, а добил веслом. В Каннске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в причинении смертельных травм супруги. По предварительной версии следствия, в ночь с 8 на 9 марта этого года обвиняемый совместно со своей 63-летней супругой, с которой прожил в браке 43 года, распивал спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора по малозначительному поводу. И мужчина несколько раз ударил супругу топорищем, после чего, проследовав за ней на улицу, еще несколько раз ударил ее веслом. После совершенного преступления мужчина лег спать, а через несколько часов, когда проснулся, он обнаружил, что потерпевшая скончалась. Следственное дело по Каннскому району, Следственному комитету Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия, завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя города Каннска, обвиняемого в совершении преступления предусмотренной частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. К другим темам. Каннск третий день задыхается от гари. Ядовитый дым идет на город со свалки биохимических отходов, которая все больше и больше разгорается. Люди, особенно почему-то в этот раз жители центра, говорят, дышать нечем. Анастасия Мосина продолжит тему. Вот в таком тумане дымки. Не знаю, что это и как это можно еще назвать. Так Каннск выглядел сегодняшним утром. Смок не густой, но запах от него весьма ощутимый и характерный. С выходных жителей изнывают от удушья. Дымкой накрывают обычно с утра. К полудню, когда поднимается ветер, она рассеивается. Говорят, это снова разгорается лигнин. Это дым. Я уже, если не встала, смотрю дым. Дым. Никакого там тумана нет. Я говорю же, что это дым опять от этого лигнина. И что теперь делать, я не знаю. Закрываем окна, да и все, никуда не выходим. Особенно это тяжело по утрам. То, что дым несет с опасной свалки, никаких сомнений. Но что интересно, обычно от лигнина страдают жители Зарельсово-Ваканска, районы БХЗ, поселок строителей. А в этот раз центр окутало ядовитым туманом. Люди беспокоятся о своем здоровье. Что вечером, что утром дымовая завеса стоит. Хотя я почему-то подумала, что был туман, пока не открыла балкон. У меня, как видите, связки, поэтому это очень отражается. Дышать плохо. А с матиком, я так думаю, вообще очень плохо. Прогары на защитном слое, которым хранилище биохимических отходов накрыли 10 лет назад, разрастаются с каждым днем. Саркофаг прохудился и даже издалека уже можно увидеть языки пламени. Так горят опилки, пропитанные серной кислотой. Особенно много прогаров появилось с северо-восточной стороны. Здесь мы видим, что свалка обнажилась практически на треть. Лигнин разгорается с новой силой. Дым поднимается в небо. И в зависимости от направления ветра, его несет то на город, то на реку Кан. Экологи уже сделали замеры. Результаты пока неизвестны. Но вряд ли пробы обнадежат. Еще полгода назад проверка воздуха показала превышение вредных веществ. С тех пор лигнин горит постоянно. За дело взялась прокуратура. Районная администрация получила предписание ликвидировать все очаги. Засыпать их будут по старому сценарию – золой и глиной. На данный момент правительством Красноярского края подписано распоряжение о выделении финансовых средств на ликвидацию прогаров. И после проведения необходимых мероприятий начнется засыпка прогаров. Создан запас золойшоповых материалов, которыми будет проводиться засыпка. Но в дальнейшем, после составления ПСД, уже будет известно. Известно, что из резервного фонда Красноярского края Каннскому району выделили на ликвидацию прогаров порядка 26 миллионов рублей. 6 миллионов потратит в ближайшее время Минэкологии на разработку проекта полной ликвидации свалки. А в какую копеечку обойдутся все работы, пока неизвестно. А вот еще с одной проблемой, связанной с некачественным воздухом в городе, властям справиться практически удалось. Одну из самых больших свалок горбыля в Каннске наконец-то убрали, благодаря новой лесной политике. Ее итоги накануне обсудил губернатор Красноярского края Александр Рус на коллегии отрасли. Свалок, конечно, еще очень много, но вот крупнейшую в Каннске все-таки удалось недавно ликвидировать. Несколько лет подряд она была настоящей головной болью для местных властей и жителей. Опилки с горбылем регулярно горели на огромной площади. От жуткого запаха задыхались люди не только в соседних деревнях, но и на окраине города. Теперь территорию очистили, а в Каннске запустили производство по переработке древесных отходов. Местные жители уже отвечают, что не так уже, то есть образуются несанкционированные свалки. Это в том числе и организация глубокой переработки древесины, которая способствовала совместно с предпринимателем. Это производство пилет и древесного угля. Ну, в цифрах я так могу сказать. За первое полугодие у нас 3000 тонн пилет произведено. Увеличить количество лесных инспекторов, усилить контроль за лесозаготовками и снизить число возгораний в тайге во многом удалось. Благодаря постоянной работе по наведению порядка в лесной отрасли края. Итоги новой лесной политики губернатор Александр Русс обсудил вчера на коллегии у отрасли. В крае продолжается модернизация системы охраны лесов от пожаров. Приобретается новая техника и оборудование. Кроме того, продолжается восстановление зеленых массивов. В этом году мероприятия проведены на площади более 90 тысяч гектаров. Проблема отходов лесопиления у нас вообще не стояла. Потому что ей никто не занимался. Все наши города и веси были заварены опилками, щитом, щепой, остатками горбыля и так далее и тому подобное. Теперь мы сделали первый шаг. Начали серьезно этим заниматься и значительную часть территории наших населенных пунктов освободили. Руководителям отрасли, предприятий и лесничества Александр Русс поручил не снижать темпов, а главам районов контролировать ситуацию на местах. Нужно также пристальное внимание уделить решению проблемы захламления территорий отходами пиления. Денис Шабуров по материалам телекомпании Енисей. Третий раз за год в лесах Красноярского края, значит и Каннского района, власти вводят режим чрезвычайной ситуации. Все из-за лесных пожаров, которые разгулялись в 8 районах края на 76 участках, что составляет почти 40 тысяч гектаров. Пока угрозы населенным пунктам нет, в тушении принимают участие более тысячи человек и задействованы 105 единиц техники. В Каннском и ближайших районах пожары не зафиксированы, но накануне лесным огнеборцам пришлось тушить возгорание за поселком Иван-Тай на площади 10 гектаров. Напомним, режим ЧС вводится с начала года уже дважды, с 24 апреля по 12 мая и со 2 по 24 июля. Поэтому сейчас жителям края просто необходимо неукоризненно соблюдать правила пожарной безопасности в лесу. При обнаружении возгорания нужно звонить на прямую линию лесной охраны 8 800 194 00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес». Подготовка к новому учебному году идет полным ходом. Приемка образовательных учреждений завершилась в конце прошлой недели, а на этой комиссия вышла проверить, как обстоят дела в спортивных школах Каннска. Глава города лично посетил одну из них, чтобы оценить ее готовность к началу тренировочного процесса. Травку покосить не мешало. Первым замечанием комиссии в сторону школы по зимним видам спорта имени Стольникова стало состояние ее территории. Однако каких-то грубых нарушений в этом году зафиксировано не было, так как все они были устранены еще в прошлом. В 2019 году был госпотребнадзор по предписаниям, то есть и по 16 предписаниям, то есть замечаний не было. Соответственно, все было устранено. Там довольно-таки большой перечень был работ. Всего в спортивной школе занимается 383 ученика на таких отделениях, как лыжная гонка, биатлон и спортивное ориентирование. Поэтому подготовка к их встрече разделена на два этапа. Первый – летний, когда пустующее здание можно привести в порядок. За сезон здесь успели сделать косметический ремонт. На момент, когда у нас тренеры в отпусках и, соответственно, дети занимаются самоподготовкой, идет окраска помещений, там, где они переодеваются, поскольку у нас основные занятия, все идут, происходят на улице. Ну, безусловно, в любом случае, то есть идет окраска полов, какие-то устранения каких-то там от посвящения, то есть проблем и такого характера. Второй этап подготовки зимний. Правда, он занимает весь сезон, так как в это время часто впадает снег и необходимо чистить лыжные трассы. Что касается итога данной проверки, то, по мнению проверяющих, спортивная школа готова ко встрече своих воспитанников. Как отметили представители комиссии, проверка осуществлялась так же, как и в образовательных учреждениях. Как обычная школа, тут разницы нет. Дети или сидят на уроках, или здесь занимаются физической культурой и спортом. Посмотрели объект, ну, есть, конечно, недостатки, где-то, как я говорил, подновить, подделать, но, в принципе, он готов, замечаний нет от контролирующих органов. Также приемка состоялась в спортивных школах имени Мочелова и Олимпийц. Согласно результатам, к началу нового учебного года готовы все. Добавим, во время каникул за счет средств городского бюджета на всех объектах были проведены ремонтные работы, устранены предписания надзорных органов, пополнена база спортивного инвентаря и оборудования. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», Пятый канал. Плюс 8 зараженных COVID-19 за прошедшие сутки в Канске. Согласно информации оперативного штаба Красноярского края по ситуации с коронавирусом, на утро сегодняшнего дня на стационарном и амбулаторном лечении находятся 19 жителей Канска. Напомним, на территории региона продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование. Отменены все массовые мероприятия. Сразу после короткой рекламы расскажем, когда состоится День города и как он будет проходить. Также вы увидите процесс освещения плодов среди верующих Каннска в честь празднования Яблочного Спаса. Узнайте и подробности программы приближающегося Каннского видеофестиваля. Не переключайтесь. Всего час и деньги у вас в кармане. Улица Куйбышева, 1А. Офис 2. Звоните 8-950-433-98-98. Аптово-розничная база «Гобис» приглашает за покупками. Рагу от 65 рублей. Здесь представлено мясо от российских производителей. Свинина на косте от 180 рублей. Еженедельные поставки мяса, колбас и полуфабрикатов. Ребра от 165 рублей. Широкий ассортимент охлажденного замороженного мяса и мясных деликатесов. Внимание, акция! Окорох 249 рублей. Индивидуальный подход и гибкая система скидок. Комсомольская, 1А. Строение 2. База «Гобис». Остановка Комсомольская. Маршрут автобуса 21. Интерьер на свой вкус? Легко. В магазине «Бобер» вы найдете все, что нужно для ремонта. Линолеум, ДВП, электрика, панели, двери, сантехника и многое другое. А также широкий выбор обоев на любой вкус. Инструмент электрика, кафель, лаки и краски. Магазин «Бобер» по адресу Магистральная, 85. Встречайте обновленную программу господдержки на все автомобили «Лада». Льготных условий стало еще больше. От фермы до прилавка всего несколько минут. «Бычок» предлагает большой выбор свежего мяса по вкусной цене. А также колбас и мясных деликатесов. Ежедневные поставки местного производства, скидки и невероятные акции. «Северный» 12.1, «Енисейская» 2.1. Вы смотрите новости, и мы продолжаем выпуск. Глава Канск Андрей Береснев рассказал на своей странице в социальной сети Инстаграма дате празднования Дня города. Свой 384-й день рождения город отметит 5 сентября. Но в связи с непростой эпидситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, праздничные мероприятия пройдут в онлайн-режиме. Учреждения культуры города уже готовят праздничную программу, которая в течение всего дня будет транслироваться на интернет-площадках администрации и муниципальных учреждений культуры. По словам мэра, в этот день рожители Иканска будет ждать масса приятных сюрпризов. Поздравления от известных и популярных канцев, конкурсы, розыгрыши призов и многое другое. В режиме онлайн пройдет и концерт лучших творческих коллективов города. 19 августа православные христиане чтят один из великих непереходящих праздников «Преображение Господня». В народе его называют «яблочным спасом» или «второй спас». Он следует за первым – «медовым». О том, как проходило богослужение и что делать с плодами после освящения, расскажет Валерия Черных. Сегодня Свято-Троицкий собор был наполнен ароматом фруктов и овощей. Верующие жители Каннской несли в храм целые корзины яблочных и других даров природы. Связано это с тем, что сегодня православные празднуют «яблочный спас» – один из самых известных православных праздников, во время которых прихожане освящают плоды нового урожая. Яблоки, груши, персики, виноград – все, что у меня было, положило, освятило. И сейчас угощу всех своих родных. Пускай они поедят, потому что это такой праздник большой. И, конечно, хотелось бы, чтобы они частичку божественную хоть немножечко взяли к себе. В День Преображения Господня прихожане не только освящают плоды, но и преображаются духовно. Люди верят, что этот праздник открывает красоту человека, каким бы грешным он ни был. Надеюсь на преображение души и тела. А это самое главное – преобразиться перед Господом. Начинаешь понимать, что натворило в жизни. Раньше-то казалось сама себе праведной. Также в этот день читают две молитвы. Одна из них – на освящение винограда. Именно ягоды винограда дают православным самое главное – для таинства причащения в вино. Вторая – на освящение овощей или фруктов. Этот праздник еще имел определенные корни в Ветхом Завете. Это был в каком-то смысле праздник урожая, праздник благодарения Богу. В настоящее время, в той жизни, в которой мы с вами живем, этот праздник имеет такое двоякое значение. Народное – это так называемый яблочный спас, а церковное – это все-таки преображение. Добавим, в этот праздник верующим не стоит заниматься уборкой в доме, рукодельничать и работать в огороде, в саду или в поле. А также стоит воздержаться от негативных эмоций. Валерия Черных, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. До старта 19-го Каннского международного видеофестиваля осталось всего несколько дней. Организаторы ежедневно пополняют плейлист своего канала на видеохостинге YouTube различными материалами, записанными участниками конкурсной и внеконкурсной программы. Кроме того, в сети уже появилась и программа фестиваля. Чем в этом году зрители удивят участники, расскажем в следующем материале. Собираем чемодан, просим друзей формально приглядеть за домом, садимся перед компьютером и отправляемся в путешествие вместе с 19-м международным каннским видеофестивалем. Организаторы, опубликовав этот трейлер, пообещали, что на Сопромат ТВ все включено, компания отличная, а дождей в сети интернет не предвидится. Поэтому помешать вам насладиться программой видеофестиваля не сможет ни погода, ни расстояние. К тому же на канале видеохостинга YouTube уже опубликовано достаточно много интересных видеороликов. «Тьма тем 4» – это видеопоэма, которая является частью альбома видеопоэзии. Вкратце – это три минуты созерцания кирпичной стены. Наслаждайтесь. Так это далее из Великобритании описывает свою короткометражку, вошедшую в конкурсную программу в видеофестивале. Причем вошел он не с одним фильмом, а сразу с двумя. Их вы, конечно же, сможете увидеть на Сопромат ТВ уже через несколько дней. К слову, кинематографисты довольно активно присылают организаторам свои телеобращения к зрителям. И некоторые из них довольно необычны. Участник из Франции решил совместить приятное с полезным и поразмышлял о путешествии в Россию во время бритья. Его фильм имеет довольно необычное название «Голышом по стране». Автор говорит, что короткометражка несет в себе довольно глубокий смысл. Он о свободе и, возможно, о том, что голый не в смысле раздетый, а в смысле чистый от ненужных мыслей и переживаний. Тут уже зависит от того, как его воспримете именно вы. А вот участница видеофестиваля из Японии решила рассказать зрителям об ответственности. Причем сняла фильм она в прошлом году, а актуален, как никогда, он стал именно сейчас. Я думаю, что сейчас мы должны поверить друг друга и чувствовать себя вовремя в нас в разных ситуациях, и общаться с другими другими другими, и обеспечить друг другу. Каждый из нас является осознанным, и это будет огромной мощностью, чтобы изменять мир. К слову, сама тема фестиваля именно об этом, о сопротивлении материалов, в нашем случае о сопротивлении людей, разгулявшейся пандемией. Есть в программе видеофестиваля и картины русских кинематографистов. К примеру, Женя Казанкина сняла свою короткометражку, будучи студенткой в ГИКа. Говорит, что у нее даже нет особых объяснений тому, что вы увидите, но посмотреть это обязательно стоит. Это первый фильм, к которому я отнеслась действительно как к фильму, а не как к очередному учебному упражнению. Он сделан полностью интуитивно. Я старалась доверять себе, не задавать себе лишних вопросов, старалась идти за чувством, когда делала этот фильм. Но, как говорится, одной конкурсной программой сыт не будешь, хотя в нее и вошли более трех десятков фильмов кинематографистов из разных стран. Поэтому организаторы ответственно подошли к разработке и вне конкурсной программы. Вне конкурсная программа будет включать очень разнообразные произведения. Это и португальское кино, и документальная анимация, и фильмы американской независимой компании Troma Entertainment, и фильмы, которые создавались в том числе в Каннске. Например, «Россия как сон» или «Киноальбонах и смех и грех» сибирского видеокампуса. Также специально для влеконкурсной программы были отсняты лекции про американский киноавангард 20 века. Кроме того, программа включает в себя разнообразные ток-шоу, посвященные Сопромату, музыкальные кинозарисовки и многое другое. Все это вы сможете увидеть в прямом эфире канала YouTube «Сопромат ТВ» уже с 23 августа. Татьяна Блинкова по материалам канала «Сопромат ТВ». На этом у нас все. Я напоминаю, что новости пятого канала вы также можете смотреть в сети телекоммуникационной компании «Орион Телеком» на 11 и 19 кнопках. С вами был Денис Шабуров. Всего доброго. До свидания. С 22 по 24 августа в торговом центре «Порт Артур» по улице 40 лет Октября, дом 62, строение 4, в Каннске пройдет выставка продажа шуб из мутона и нутрии, а также дубленок из Пятигорска. Меняем старую шубу на новую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова